Сегодня хочу поделиться с вами своим восторгом от нового любимого салата. В этом салате все так сбалансировано, он получился таким вкусным, что в восторге от такого салата останетесь не только вы, но и даже ваши гости будут просить рецептик. Всем привет! Для начала мы берем одну луковицу, стараемся нарезать ее на четверть кольца, чтобы в итоге у вас получились небольшие полоски. Нарезанный лук отправляем в отдельную глубокую тарелку. К луку добавляем одну столовую ложку с горкой сахара, 2 столовые ложки уксуса, столовый 9 процентный, затем лук, сахар и уксус хорошо перемешиваем и только затем заливаем все теплой кипяченой водой, так чтобы хорошо был покрыт полностью весь лук. После этого еще раз хорошо перемешиваем и отставляем лук в сторонку, пускай он хорошо промаринуется, пока мы подготовим остальные продукты. Далее нам понадобится 400 грамм шампиньонов и их нужно будет измельчить на не слишком большие кубики. После того, как вы измельчили грибы, их нужно будет обжарить любым удобным для вас способом с любыми вашими специями. Ну и после обжарки грибам нужно будет дать полностью остыть, чтобы наш салат не поплыл. Еще в этом салате для нас понадобится заранее отваренные перепелиные яйца и половинка куриной грудки. Ну а полностью подробный рецепт, как всегда, читайте в описании под видео. И полностью всю куриную грудку нужно будет постараться нарезать на небольшие кубики. Собирать сегодняшний салат мы будем через салатное кольцо, диаметр у него 17 сантиметров. На дно тарелки добавляем небольшое количество майонеза и на первый слой отправляем чуть больше половины нарезанного кубиками куриного мяса. Слой из мяса нужно будет хорошо выровнять. В это время нужно будет отцентровать салатное кольцо, чтобы оно у вас было по центру тарелки. Этот слой из мяса нужно будет посолить и поперчить. Соль и перец добавляйте, как всегда, по своему вкусу. Далее добавляем майонез. В этот случай я не буду делать сетку, потому что майонез нужно будет все равно разровнять. Но если вам будет так удобнее, можете делать сетку из майонеза. На следующий слой отправляем полностью все обжаренные грибы. Повторяюсь, они уже у вас должны будут очень хорошо остыть. После того, как вы выровняете слой из грибов, майонез добавлять не нужно. Сразу же наверх на грибы мы отправляем процеженный маринованный лук. Наверх на лук добавляем майонез. Этот слой из майонеза тоже нужно будет хорошо выровнять. Так лук станет еще вкуснее в вашем салате. Но повторюсь, если вы хотите, делайте просто сетку из майонеза. На следующий слой нам понадобятся помидоры. У меня сегодня такие маленькие помидоры. Их нарезаем полукольцами. Если у вас будут большие помидоры, их нужно будет нарезать на четверть кольца. Нарезанные помидоры укладываем на следующий слой, плотно равномерно в один ряд. Этот слой из помидор нужно будет посолить и поперчить по своему вкусу. Ну и уже на этот слой из помидор я делаю просто сетку из майонеза. Наверх на помидоры мы отправляем полностью все остатки нарезанного кубиками куриного мяса. Далее мы берем заранее отваренные перепелиные яйца 5-6 штук. Их нужно разрезать вот так вот пополам и равномерно распределить полностью по всей поверхности куриного мяса. Ну а наверх на перепелиные яйца нам нужно будет сделать сетку из майонеза. Таким образом, чтобы каждая половинка яйца была хорошо покрыта майонезом. Самый завершающий слой нам понадобится 100 грамм твердого сыра, любого по вашему желанию. Его нужно будет натереть полностью весь на мелкой терке. Затем отправляем весь натертый сыр на верхушку на яйца. Аккуратно разравниваете все вилкой и сыр немножко, так сказать, утрамбовываете. Так верхушка салата вашего будет более красивая. Салату нужно будет дать настояться минимум хотя бы 2 часа. Ну а непосредственно перед подачей я решил его украсить зеленым луком. Снимаем салатное кольцо и только посмотрите какой он красивый получился. В этом салате не только все сбалансировано, но и все очень-очень вкусно. Я уверен, что в восторге будете не только вы, но и ваши родные, близкие и все гости, которые его будут пробовать. На этом у меня на сегодня все. Со стопроцентной уверенностью рекомендую вам приготовить его на любой праздник, будь то это Пасха, день рождения или еще какой-то праздник, он всегда будет номером один на вашем столе. Также рекомендую посмотреть еще один рецептик не менее вкусного салата. Ну а мы с вами встретимся как всегда в новых видео на канале Аппетитная Кухня. И не забудьте оставить комментарий после того, как вы попробуете этот салат. Всем пока!